проклейка искусственной кожи наполнителем. И вот если вы проклеиваете искусственную кожу с изнанки, проклеенная искусственная кожа вообще не мнется. И вот эти нюансы, эти секреты, скажем так, мой опыт позволяет вам уже избежать этих ошибок. Результат вас будет радовать долгие-долгие годы. Привет-привет, с вами Валентина Букеева, я основатель онлайн-школы шитья и современного квилтинга. В этом уроке я покажу, как проклеить искусственную кожу, Для чего это нужно? Почему это важно? От того, как вы проклеите искусственную кожу, зависит очень многое. В первую очередь ее долговечность. Если вы вдруг не проклеили кожу или не знали о том, что это нужно сделать, то, скорее всего, изделие, которое вы шьете из него, прослужит вам очень мало. Порой бывает чуть ли не неделю всего. В то же время, если вы допустите ошибку при проклеивании, то тоже у вас может слезть краска, потрескаться, полопаться, тянуть, может быть, кожу. И как раз в этом видео я покажу вам, как правильно проклеить искусственную кожу, чтобы всех этих неприятностей избежать. Итак, давайте начнем. Первое, что нам нужно, обязательно использовать пергаментную бумагу, для того, чтобы, опять же, избежать перегрева краски. Это верхний слой искусственной кожи. И если краска перегревается, то она может буквально сползти или скататься. Чтобы этого не было, используйте пергаментную бумагу, которая продается во всех абсолютно магазинах. Второй важный момент – это проклейка искусственной кожи наполнителем. Например, в нашей школе для шития сумочек мы проклеиваем искусственную кожу тонким наполнителем. И посмотрите, во-первых, она смотрится очень красиво, да, красиво держит форму, ничего не трескается, естественно, и даже со временем. Вот, ну и, конечно, сумочка выглядит, ну, посмотрите, и ремешочки. То есть сумочка выглядит перфектно, абсолютно замечательно. Это благодаря тому, что в первую очередь кожа правильно проклеена. И вот если вы проклеиваете искусственную кожу с изнанки, то очень может быть, что она проклеится плохо, потому что у наполнителя есть толщина. И когда вы проклеиваете искусственную кожу с изнанки, то есть со стороны наполнителя, есть вероятность того, что клей не успевает расплавиться и соединиться, и стать одним целым с верхним слоем, то есть с искусственной кожей. Поэтому я сейчас вам покажу особенности проклейки искусственной кожи именно с наполнителем. В данном случае у меня матовая искусственная кожа. Она стрейч, видите, она тянется во все стороны. Это неважно, какая кожа, технология проклейки будет одинаковая. И наполнитель, это тонкий наполнитель. Аврора стоит 80 грамм на метр квадратный. Но опять же, каким бы вы наполнителем не проклеивали кожу, технология одинаковая. Итак, начнем с того, что искусственную кожу нужно сначала проутюжить, то есть декотировать. Вы нагреваете утюг, ну, честно говоря, вообще можно поставить на тройку, но обязательно протестируйте. Иногда бывает искусственная кожа такая, которая прямо скручивается от горячего утюга. Но чем горячее утюг, тем лучше, конечно же, поэтому выберите температуру для искусственной кожи, с которой вы работаете. Я поставила на троечку и утюжу. Потому что если искусственная кожа дает усадку, то она это делает вот на этот момент. Дальше, особенности. Вы берете наполнитель, он у меня клеевой, кладете, соединяете с изнанкой, берете пергаментную бумагу, кладете сверху, проутюживаете чуть-чуть и не в долго. То есть для того, чтобы немножечко схватилось. После этого переворачиваете на лицевую сторону. Опять же, кладете пергаментную бумагу и теперь уже проутюживаете и на каждом месте вы держите 15-20 секунд. Очень важно, чтобы клей расплавился и соединился с верхним слоем, как я уже говорила. Это позволяет, во-первых, дополнительно удерживать вот этот верхний слой краски, который нанесен на искусственную кожу. Что такое искусственная кожа? Это ткань, нанесенный сверху слой краски. Клей, он как бы соединяет, он как бы удерживает еще больше эту краску. И износоустойчивость искусственной кожи в этом случае тоже возрастает. Да, вы немножко потратите больше времени в этом случае. Ну и сумка или изделия, которую вы шьете из этой искусственной кожи проклеенной, вам тоже прослужит дольше. Желательно не елодить вот так вот утюг. То есть поставили и пусть 15-20 секунд стоит на одном месте. Обязательно убирайте пергаментную бумагу, не оставляйте ее. Искусственная кожа проклеена, обязательно должна остыть прежде, чем вы ее берете. Потому что если вы ее берете, искусственная кожа может отсоединиться от наполнителя. И в этом случае будет пузырь. И опять же, знаете, износоустойчивость в этом месте будет хуже. Поэтому дайте остыть. Делайте это, может быть, даже на большой гладильной доске. И все, дальше приступайте к шитю. И второй вариант, когда вы искусственную кожу проклеиваете тонким флизелином. Опять же, это нужно для того, чтобы укрепить верхний слой и, соответственно, саму кожу. Во-первых, от уколов остаются дырочки, вы сами знаете, если кто-то работал с искусственной кожей. И чтобы эти дырочки со временем не растягивали, и внешний вид уже сшитого изделия был прекрасный, то ее нужно обязательно проклеить для курточек, для юбочек, для воротников, для кармашков, конечно же, для сумочек. Итак, вы точно так же искусственную кожу декотируете с изнаночной стороны. То есть проутюживаете горячим утюгом, максимально горячим, каким вы можете. Точно так же кладете, это клеевой флизелин продается во всех магазинах, соединяете. Точно так же используете пергаментную бумагу, это защитит ваш утюг в гладильную доску. Вы немножечко вот приклеиваете, так скажем, чтобы оно сцепилось. Для того, чтобы ничего не сдвинулось, когда вы вот таким вот образом переносите на лицевую сторону. Если вы сразу кладете флизелин и сверху искусственную кожу, оно может сдвинуться, поэтому этот способ лучше. И точно так же вы кладете пергаментную бумагу, чистую, чтобы там не было остатков клея. И вот точно так же ставите утюг, прогреваете 15-20 секунд в каждом месте. Потом таким вот образом передвигаете и проклеиваете искусственную кожу весь тот кусочек, который нужен в работе. И напоминаю, что да, это важный момент, он может быть немножко дольше, чем вам кажется, но он очень влияет на конечный результат, на внешний вид сшитого вами изделия. И, конечно же, проклеивая и подготавливая кожу таким образом, результат вас будет радовать долгие-долгие годы. Вообще, мои дорогие, знаете, что хочу сказать? Грустно смотреть, когда вы так много усилий потратили на шитье вашего аксессуара и уже буквально через месяц облезает кожа. Конечно, иногда бывает действительно некачественная кожа, но это случается крайне редко. Мне за 14 лет, мне за 10 лет, я шью 14, попалась всего два раза некачественная кожа. Вся остальная кожа была искусственная, была качественная, классная и служит мне долгие годы. Но это лишь потому, что я очень долго шла еще к тому, как подготовить ее к шитью. И вот эти нюансы, эти секреты, скажем так, мой опыт позволяет вам уже избежать этих ошибок. И поэтому вообще здорово, конечно, когда у вас есть возможность учиться на чужих ошибках, а именно на моих. И поэтому приходите к нам учиться, по нашим курсам шить. Потому что в своих курсах я рассказываю все для того, чтобы у вас получился сразу замечательный результат, который будет вас радовать долгие годы. Валентин, с какого курса лучше начать новичку? Вот прям совсем новичком. Если вы только-только начинаете работать с искусственной кожей, то я искренне рекомендую вам наш курс по созданию сумочки счастья. Где вы поднакомитесь с тем, и как подготовить искусственную кожу, и какие материалы использовать, и какие иглы, и какие нитки. И, конечно же, как шить прекрасную готовую сумочку. Все это вы можете узнать, просто перейдя по ссылке в описании к этому видео и присоединившись к нашей онлайн-школе. Чуть не забыла, проклеенная искусственная кожа, она совсем не мнется. Когда я езжу на фестивали, на выставки, я же везу очень много сумочек, они все упакованы в чемодан. И когда я их оттуда достаю, они как новые. Боже, знаете, как это здорово. Это такой бонус, да, который я узнала позже. Так что проклеивайте, пользуйтесь моим опытом и подписывайтесь на мой канал. А с вами, как всегда, была Валентина Букеева, основатель онлайн-школы шитья и современного квилтинга.